Добрый вечер! В эфире разговор о главном. С вами я, его ведущая Ирина Белогривая. И сегодня у меня две прекрасные гости. Инна Черных, это руководитель школы современной хореографии и хореограф-балетмейстер этой же школы Мария Павлова. Здравствуйте, девочки. Ну и первый вопрос. Рассказывайте, что у вас новенького происходит. Начался учебный год. С каким настроением? Ой, ну вообще дежавю. Мы начали 24 сезон. Я, например, для себя его начала с ощущением того, что скоро 25. И вот уже, видимо, пора задумываться о юбилее, потому что дата будет такая очень большая. А вообще каждый год мы начинаем с ощущением того, что, ну, видимо, кто-то начинает, ну вот опять, а кто-то начинает с ощущением, о, круто, мы еще живы, у нас еще все впереди, и новый сезон опять начинается. Я думаю, что вот так. И, конечно, основное — это увидеть новых детей, которые к тебе пришли, понять, в каком состоянии находится коллектив после лета, и понять, на что они способны, какой на них сделать репертуар, как они дальше будут, эти дети, шагать. Потому что мы все знаем, да, что сейчас дети совсем другие. И старые схемы, которые существовали в любом виде творчества, искусства, экономики, где угодно, они уже не работают. То есть сейчас такая скорость жизни, что, например, если раньше, ну, даже просто продвижением коллектива можно было заниматься по одной схеме, и это продолжалось на протяжении, там, 15 лет, то сейчас каждый год приходится придумывать что-то новое, потому что, ну, скорость невероятная, развитие всего вокруг. То есть, получается, не шагаешь, а бежишь уже вдогонку. Ой, вообще сильно, да, да. Мария, ну, расскажите, как вот вы, соизмеряя свой темп с современным временем, какие подходы к детям? Ну, мне кажется, что даже интереснее стало, потому что каждый раз нужно что-то новенькое придумывать, каждый раз нужно искать какие-то другие подходы, другие методы, и, может быть, как раз в этом-то и интерес профессии хореографа, потому что ты с шаблоном не подойдёшь ни к конкретной группе, ни к конкретному ребёнку. Это каждый раз разное, каждый раз что-то разное. И каждый новый сезон, каждый новый учебный год начинается с какого-то такого трепета и предвкушения чего-то нового. и даже всегда боязно, потому что, а какие дети сейчас придут? А какие дети придут после лета? Как они отдохнули и с какими умами они пришли к тебе, с какими телами? И это каждый раз очень интересно. И может быть, вот в этом-то вся и прелесть, что каждый день, при всём, при том, что это ежедневный упорный труд, тут скрупулёзно, казалось бы, биться над одними и теми же вещами, но каждый день он всё равно разный. А сколько набрали ребятишку в этом году? Я думаю, что у всех наборы идут ещё до конца октября. Детей, конечно, меньше, чем... С каждым годом их становится всё меньше. Мы очень много разговаривали в этом году с близлежащими коллективами. Мы очень дружим на самом деле. Наш берег, тот берег Ангары, мы дружные очень. И мы общаемся, спрашиваем, что, как ситуация. У нас... Вот у меня лично появилось такое небольшое... Я немножко боюсь, знаете, чего? Что сейчас такое количество коллективов. Мне кажется, что ленивые не танцуют. Мне кажется, что танцуют в каждой подворотне. Мне кажется, что... Вот как бы я боюсь о некоем обесценивании искусства танца, как такового. Потому что это начало превращаться в такой... В такой фитнес. В фитнес. То есть ты можешь... Любой может прийти, раздеться, переодеться, потанцевать, уйти. То есть... А мы-то всё-таки стараемся не просто воспитывать тела даже. Мы же ведь ещё именно в искусстве, в творчестве развиваемся. И вот эта общая ситуация, мне кажется, сложившаяся на нашем рынке, досуга детского, оно несколько обесценивает само понятие танец как таковое. Вот есть такой страх у меня лично. Но я думаю, что как раз наш опыт большой, да, он не даст как-то сойти с пути. И умные, думающие, чувствующие люди, родители наши молодые, да, они всегда будут знать, куда привезти своего ребёнка. Именно поэтому у вас не просто номера, а целые спектакли вы делаете. Ну, конечно, это наш принцип, наша концепция. Номера, конечно, у нас просто есть, безусловно, потому что город наш специфический, он маленький, мероприятий не очень много, поэтому избалованная у нас аудитория, которая там, ты, допустим, можешь там год вынашивать идею номера, ставить его, приводить его в порядок, показать его там на паре-тройке концертов, а потом нам скажут, ой, а мы это уже видели. Вот, то есть, вот это, кстати, специфика именно нашего города. Может, маленьких городов, ну, небольших провинциальных городов. Или просто заскательная публика? Есть у меня за многие года такое отношение к иркутской аудитории. Есть. То есть, мы избалованы, мы редко ходим в театр, хотя у нас столько событий, все фестивали, вампиловские кинофестивали. Есть такое. Расскажите, а как вы от обычного коллектива пришли к школе, именно вот в педагогический формат, в образовательный процесс? Ну, тогда, 24 года назад, это был, наверное, естественный процесс, потому что тогда это был коллектив моих ровесников, это был коллектив небольшой, можно было даже назвать это труппой, и тогда была просто необходимость, чтобы люди, которые танцуют у тебя, они были трудоустроены, чтобы им было чем заниматься. И таким образом мы начали набирать детей. То есть сама школа у нас появилась через 5 лет после основания шагов. Возвращаясь к деткам, к набору детей, меня интересует, у меня самой шестилетка маленькая, а скажите, можно ли сразу в ребенке разглядеть талант? Или это, Мария, наверное, вам вопрос, или это непонятно? Ну, я вот всем всегда родителям отвечаю, когда родители спрашивают, а вот у меня способный, талантливый ребенок. Любой ребенок талантлив, любой, в его непосредственности, ну, как бы, вся сила. И даже если он не обладает, там, сверх какими-то супер балетными навыками, природой, может быть, он не одарен стопроцентно, то при должном старании, при, ну, таком умном подходе и педагога, и ребенка, можно сделать очень хорошего артиста. Все зависит от желания и от, ну, как бы, упорства, так скажем. Конечно, есть дети, которым дано чуть больше, есть дети, которым дано чуть меньше, но это вот как раз к разговору о том, что, как правило, хорошо и богато одаренные дети не используют свои возможности, свои способности, зачастую ленятся, а детки, которым дано чуть меньше, возможно, где-то физических данных, они, как бы, видя это, еще больше усилий прикладывают, дабы их развить. И, как правило, вот что мы видим на сцене часто, это не всегда, может быть, супер, не знаю, одаренный физическими данными артист может развить свои физические способности и эмоциональную сторону, так донести, как бы, задумку и мысль номера, что не приходится сомневаться в том, что он талантлив. Однозначно все дети талантливы. Важно вот найти вот ту ниточку, за которую потянуть, чтобы ребенок дал ответ. Инна, вы говорили в прединтервью, что 30% детей только вырастают в действительно профессиональных танцоров и занимаются этим дальше. Ну, нет, не в профессиональных танцоров. Вообще, ну, у нас у всех танцевальных коллективов есть хобби-классы, так называемые, и ансамблевые группы. В основной состав входит, да? Да, которые репертуарные, которые могут выходить на сцену. Так вот, ну, наш опыт говорит о том, что это 10-30% от всей школы. То есть процент детей, которые по всем параметрам могут добиться того, чтобы выходить на сцену, надевать на себя костюм, он очень невелик. А роль родителя в этом смысле, в плане мотивации ребенка, она большая? Основная. Я считаю, сейчас вырастив одного ребенка, и вот теперь у меня дочка маленькая, я сейчас точно могу сказать, что вообще все зависит от родителей. Все, абсолютно. И сейчас тоже очень много существует вебинаров, всевозможных. В этом году удалось мне послушать один. Так вот, оказывается, мы все... Если раньше, 24 года назад, я считала, что не было же у нас ни интернета, ничего. То есть все коллективы по разным городам развивались автономно. Мы не знали, у кого что происходит. Мы там вообще были единственные в городе. Мы были первые и единственные. И поэтому ты думал, что ты исключителен. Сейчас, когда эра такой связи у нас моментальной, сиюсекундной, ты можешь видеть все вокруг. Я понимаю, что мы все вокруг развиваемся очень банально, мы все развиваемся очень одинаково. Путь практически у всех одинаков. Вот, поэтому... Про вебинар вы говорили, что ты смотрел. Да, да, да. Роль родителей. Да. Там в этом вебинаре говорилось, что есть такое понятие, как родители-вредители. То есть вообще любой педагог, любой руководитель, любой администратор, он все вопросы должен решать про своего ребенка, про конкретного ребенка с родителем. То есть так не работает. Ну, мам, я чего-то не хочу сегодня на тренировку, не пойду. Мама говорит, ну, хорошо. И мама должна заставлять идти или находить ему слова? А, это конкретный ребеночек, это конкретная личность, потому что, а если вот сейчас нужно ребенку? Моя дочь вообще просто заболевает. Вот если она не хочет куда-то идти, она просто заболевает. Вот такая соматика. И ты что, я ее буду заставлять? Нет. Ну, ты должен быть просто в постоянной связи со своим дитям. А скажите, вот совсем маленькие же у вас, четырехлетки. С трех мы даже берем. Даже с трех. Да. Как с ними работать? Ну, прикольно. Там тоже жесткая дисциплина? Или им поблажечки все-таки даете? Даем, даем поблажечки. С трехлетними и четырехлетними детьми все же в игровой форме. Ну, очень сложно же маленькому такому человеку объяснить, что нужно работать над собой, нужно стоп утянуть. Конечно, для него это пока просто игра. И самое важное, это наладить вот контакт педагога с ребенком. И вот если они подружатся, если они найдут общий язык, то дальше ребенок расцветает, и все. И дальше он готов делать все, чтобы стать лучше, чтобы научиться танцевать. Поэтому самое важное, наверное, это даже не интерес к хореографии возбудить, а интерес вот просто быть рядом, быть вместе, что вот нам в группе, нам всем хорошо, нам интересно, и мы как-то очень здорово проводим время и очень здорово, что еще и с пользой. Вот так. Ну, тут, вы видите, это вообще все больше, я склоняюсь к тому, ну, как бы я всегда знала, но ты всегда думаешь, вот у тебя есть шаги, у тебя есть имя, да, и без разницы, кто у тебя работает, к тебе будут приходить на это имя. Ничего подобного. Дети всегда приходят на конкретного человека. Поэтому всегда уход любого педагога, да, в декрет, по болезни, отъезд в другой город, в другую страну, он забирает у тебя порядка 70% детей, то есть порядка 70% детей не приходят заниматься к другому педагогу, понимаете? Тут можешь этим именем своим махать, сколько тебе захочется. Это вот факт, потому что все зависит от людей, все зависит от того, как конкретный педагог расположит к себе этого ребенка, как администратор поговорит с родителем, как родитель сможет в связке, то есть это вот такой, понимаете, трех-четырех-пяти многогранник такой большой, из которого в конечном счете складывается педагогический процесс, из которого в конечном счете складывается имидж коллектива. И вот это поддержать, вот эту всю структуру держать, вот этот бриллиант, не разбить его, не потерять, это очень сложно. Это, то есть все люди, все в нашей жизни решают люди. Ну, к слову о людях, вот существует мнение, что в определенных сферах работают люди с определенными чертами характера. На телевидении это одни люди, в медицине это другие. А в хореографии, в танцоры кто идет? В танцоры или в педагоги? В танцоры работяги, работяги, которые хотят все успевать, которые любят либо свое тело, либо боль, которую они получают при занятиях. Ну, это же тоже своего рода такие ограничения. То есть, я тоже говорю, кто-то от боли, кто-то от радости. Нет какого-то среднего, мне кажется, положения. Это дети. Вот дети наши, которые к нам ходят, они на самом деле ходят вот в 33 кружка. Вот в 33. Они все успевают. Музыкальные школы, тут же каратэ, тут же еще что-то. И в каком-то возрасте, конечно, они стоят перед выбором. То есть, куда больше. Что продолжать дальше. Да, да, да. Ну, и слава богу. То есть, тут много сейчас пишется о том, что ребенок, когда пошел в школу, не надо его перегружать большим количеством кружков. Ну, телом надо заниматься. То есть, физическую нагрузку ребенку нужно давать. Поэтому я считаю, что танец, в смысле получения ребенком физической нагрузки, это вообще идеальная история. Потому что спорт, это просто спорт. А у нас-то спорт плюс. Творчество. Да, спорт плюс творчество, плюс музыка, плюс кругозор, плюс доброжелательная обстановка. Ну, очень много всего. Мария, а бывают такие у вас воспитанники, которые танцевать любят, но сцены боятся? Каждый второй. Ну, это естественное желание, ну, естественное желание танцевать, но естественные страхи и волнения перед тем, как выйти на сцену. А вдруг я не смогу, вдруг у меня не получится, а вдруг я запнусь и упаду, или у меня костюм расстегнется, или вдруг я не увижу зрителя. Это естественные страхи. Важно то, как мы с ними справляемся. Тут, опять же, работа педагога очень важна, да, как настроить ребёнка перед выходом на сцену. Не развивать в нём и не гипертрофировать этот страх, а наоборот попытаться его успокоить. Мы всё стараемся через собственный пример делать. Ну, как бы сейчас чуть в меньшей степени удаётся танцевать раньше, больше. И когда дети видят, что ты сам это делаешь, когда ты показываешь примером, выходя на сцену, что это кайф, это класс, это хорошо, и вот тот труд, который ты делал, вот он результат на сцене, и даже сквозь страх ты это делаешь, и потом получаешь удовольствие, то дети как бы вообще без оглядки верят и идут. Поэтому, конечно, каждый сам справляется со своими страхами, но тут важно педагогу помочь детям ещё, ко всему прочему. Я когда готовилась к интервью, листала, естественно, инстаграмы, сайт смотрела, школы, и во многих постах вас называют мамой, Инна. Скажите, каково это сразу столько детей иметь? Ну, это давнишняя тоже история, это, наверное, первый мой состав меня так звал, Мама Инна. Было такое дело, ну, куда хочу, куда хочу. Мне кажется, сейчас я немножко поменялась, всё-таки. Раньше я слишком всех опекала, то есть я поняла, что иногда это можно задохнуться от такой любви. Ну, пускай называют. Это клёво, я рада, что у меня столько детей. Если они ещё меня таково считают, то это вдвойное счастье. А поговорим об основном составе. Там взрослые, да, ребята состоят. Скажите, пожалуйста, вот сейчас над чем будут работать они, какие планы у основного состава, куда-то, может, поедете? Да, вы знаете, сложно у нас, у нас была сложная ситуация последние годы, и у нас взрослый коллектив самый был, это были студенты. То есть уже несколько лет подряд у нас это совсем студенты. То есть вот эти мои взросленькие, они ушли в основном на педагогическую постановщическую деятельность, ушли туда и не танцевали. Мы в этом году собрались, и у нас есть тоже наш выпускник, наш ученик, наш педагог, наш балетмейстер Михаил Мельников, Миша, сейчас он ставит новый спектакль. Вот конкретно на взрослых ребят. То есть у нас такое даже где-то совместное такое творчество. Два месяца мы себе дали на подготовку. Это тоже абсолютно для нас эксперимент. Видите, как бы в основном коллективы работают, если нет мастера, если нет мастера, вот каковым у нас, допустим, Вова был Лапаев, да, всегда. Мы 17 лет вместе с ним просотрудничали. Вместе, сейчас у него, слава богу, свой театр шикарный. Я вообще очень рада за то, что у него все получается, удается. И когда есть мастер, это получается театр какого-то конкретного человека. Это его творчество, его работы. И многие коллективы работают просто приглашая на постановки каких-то именитых, неименитых всевозможных постановщиков. Мы тоже так делаем. Делаем. Но я очень люблю, когда наши растут. Я всячески это поддерживала всегда и буду это поддерживать дальше. Маша ставит у нас очень много. Как раз хотела задать. Да, Миша ставит. И Ксюша у нас, Баранова пробует ставить. То есть Ира у нас, Алексеева, пробует свои силы. И вот моя задача, как директора, как администратора, просто им помогать, чтобы им ничего не препятствовало, чтобы все условия были созданы для того, чтобы они могли проявляться. Поэтому мы в этом году решили в основном на своем творчестве сосредоточиться. Если даже нам придется в такую тень небольшую уйти, я думаю, что мы это сделаем. Маш, расшифруйте для зрителей современная хореография. Какие-то кисти или какие направления? Ой, сложно. Сейчас вообще ленивый не занимается современным танцем и под это определение вообще попадает практически все. И уличные направления, и джазовые, и контемпорали, все сейчас называют современным танцем. Но, может быть, это как бы естественная тенденция, потому как раньше была свободная пластика, заданная Айсидорой, Мартой Грэм, и вот был модерн, потом был джаз. Сейчас все настолько быстро развивается, опять же, что один стиль, казалось бы, он был один, и сейчас он начинает трансформироваться, и вот уже несколько каких-то поджанров. То есть сейчас... Скорость. Да, очень бешеная скорость развития, и в силу того, что сейчас, опять же, этот интернет, когда ты можешь посмотреть и видеть все вообще, что происходит на другом полушарии, и, конечно, сейчас уже очень сложно дать определение современному танцу. И я так думаю, современный танец, это вот, наверное, то, что сегодня актуально. Вот, наверное, то и есть современный танец, а в каком он пластическом обличии, это уже другой вопрос. Важно, чтобы он был актуальным. Наверное, вот этот танец и будет называться современным. Скажите, а вы следите за судьбой своих выпускников? Кто-то из них стал профессиональными танцорами? Ну, конечно, следим. Конечно, вообще все время делаем. Только делаешь, следим. Нет, вот я говорю Вовка, просто его путь, это... Ну, видите, в чем дело? Понятие мастера, оно же поцелованного Богом, это же очень редкая история. Ремесленников много, мастеров очень мало. У нас в городе, наверное, по пальцам можно посчитать, если я не скажу, там, не в обиду, да, моим ребятам, что Вовка может вообще один такой у нас в Иркутске, понимаете? То есть это когда человек просто как балетмейстер, как режиссер, ну, поцелован. Вот, а вообще мы работаем, да, все равно, вот, допустим, Миша, он тоже развивается. И моя задача за вот такой длинный путь, да, он воспитывать и отпускать с миром, потому что мы же одиноки, да, по жизни-то, то есть мы должны быть внутри себя целостными. И я принимаю любой вот путь вообще с огромной благодарностью к нашей Вселенной, что... Ну все равно же где-то все равно... Конечно, ну а как, когда ты мамаина-то, что с этим делать-то? Вот, ну, я и сына своего отпустила, он тоже свой путь начал. Это тоже мне стоило седых волос, ну а что делать? А у нас в Москве Оля Чумакова благополучно работает, у меня театр 3-4 называется. Да, много, все работают. Профессионально, как сами исполнители, скорее всего, наш век недолг. Ну не долг. В силу возраста? В силу возрастных ограничений. В силу возрастных ограничений, потому что тело, оно есть тело. Если исполнитель переходит в ранг крутого педагога, в ранг постановщика, в ранг руководителя, ну это же дорогого стоит. Благополучные у нас все ребята. Я ни о ком не могу сказать плохо. Я за всех рада. А, ну шаги ни на кого не похожи. Вы такие как-то особняком стоите. В чем ваш секрет? Как вы думаете? Вам ваш вопрос. Мне кажется, да, вы совершенно другие. Нет на вас похожих коллективов. Может, мы просто устарели. Может быть, все уже танцуют. Сейчас очень популярно танцевать хип-хоп и все направления хип-хопа. У нас как-то не идет эта история вообще. И я все пытаюсь понять, с чем это связано. С тем, что мы такие кондованные, закостеневшие, или мы просто не успеваем, вот да, за ходом, за течением времени. Ну, нормально. Я вот случайно попала пару лет назад во Франции, на Биеннале по современному танцу, посмотрела, куда это все движется, как развивается там израильское искусство, китайское, там, в Тайване, как происходит все с современным танцем. Мы все нормально делаем, мы идем, потому что очень сложно в силу нашего нахождения в техническом университете нам приходится все равно какими-то такими вещами, ну, не простыми, что ли, а доступными заниматься. Никуда от этого не денешься, это студенчество, это приходится делать. Есть конкурсы у нас, на которых просто есть ограничения, допустим, ты должен привести номер не больше трех минут тридцати секунд, и если ты вдруг три тридцать две танцуешь или три три тридцати, у тебя, представляете, то есть мы говорим про творчество, а у тебя фонограммы посреди номера выключают, то есть никто не собирается смотреть, чем закончилось твое изливание твоей души, понимаете, то есть вот я вам про это все самое обесценивание и говорю, то есть время, клиповое мышление, скорость всего происходящего, оно еще и диктует свои очень жестокие, жесткие условия, а я надеюсь, что нам удается все-таки в некоторых моментах для себя оставить вот этот барьер, не идти на поводу вот этих всевозможных тенденций, которые противоречат нам. Вы же не троите, получается, да? Ну я надеюсь, что да, безусловно, нас течет, несет ком, этот в любом случае нас захватывает во многих направлениях, но невозможно, потому что сейчас очень жесткая конкуренция у нас в городе, там ты должен, детей-то, как бы рожается определенное количество, то есть мы, конечно, понятно, что мы говорим о том, что в любом случае на всех хватит. Нет, не хватит. Сейчас очень много однодневок, очень много, понимаете, а поскольку люди от такого большого предложения просто теряются, родители, они могут попасть вообще не туда. и я всегда говорю детям, нам же бесконечно начинают там с августа звонить, 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 спрашивать, а тут у меня ребенок вот так красиво танцует, вам точно, к вам или не к нам, я говорю, приходите, потрогайте педагога, посмотрите ему в глаза, побудьте в нашей уютненькой, красивенькой школке, если не понравилось, сходите еще в два-три места, в другие коллективы, посмотрите, потому что вы должны для своего ребенка индивидуальное какое-то найти место, индивидуальное, то, что вашему ребенку понравится. А не тут я решила, что мой ребенок должен заниматься народными танцами, мы пойдем только туда и больше никуда. И начинаете с конца Новоленина в конец Байкальского микрорайона возить своего ребенка бешеного, бешеного вообще, бедного ребенка. Поэтому тут очень много факторов. Где ты живешь, какие книги ты читаешь, какую музыку ты слушаешь, от этого ты приходишь в определенный коллектив. Мария, наверное, вам вопрос, а какие изначально качества должны быть у ребенка, чтобы он занимался танцами? Или нет такого? Любой может прийти и начать танцевать? Да, любой может. Любой может на самом деле прийти и танцевать. Но тут, конечно, как я уже говорила, желание большую роль играет. Но бывают случаи, когда ребенок приходит и в силу каких-то, не знаю, особенностей адаптации, социализации, он не способен сразу оценить и понять, что да, ему нравится этим заниматься, и он какое-то время может капризничать или не ходить, если это касается маленького ребенка, бастовать. Но как бы, опять же, все зависит и от родителей, и от педагога. На самом деле, любой ребенок, если он хоть, вот хоть чуточку горит желанием, он может танцевать. И ведь хореография, это же не только двигательная активность, это же целый спектр, это же вообще воспитание всего, и тела, и души, и ума. И, ну, тут как бы даже если... Есть родители, которые преследуют цель, да, вот он должен съесть наш пагат, часто мы слышим это. А есть родители, которые... Это самое любимое, да, шоу танца, например, да, да. А есть родители, ну, с другим подходом, которые говорят, вот мне нужно, чтобы мой ребенок, к нему была привита дисциплина, чтобы он мог ровно стоять, кому-то важнее здоровье, да, чтобы он был здоров, кому-то коллектив. То есть очень много аспектов, и очень много... За многим приходят и родители, и дети в коллектив. И тут вот каждый, мне кажется, может найти свое, именно тема хороша хореография, именно тема хорош хореографический коллектив, потому что каждый что-то вот для себя может найти. И не обязательно потом, абсолютно не обязательно ребенок пойдет в профессиональной деятельности заниматься. Хотя у нас есть прецеденты, да, когда наши воспитанники выбирают стезю, и идут в хореографию. Да, есть такие ни один, ни два, это как бы не частные случаи, есть такое. Но, опять же, это не все. Но очень здорово, когда потом дети, которые выросли, танцевали какое-то время с нами, потом приходят и говорят, что хореография им помогла в других сферах жизни, да, помогла стать уверенней, там, где-то не бояться, опять же, публичных выступлений, где-то помогла стать, опять же, крашей, стать ней. Ну, то есть, это каждый может прийти и найти что-то для себя. Вот так. Ну, с новым спектаклем я поняла. А к юбилею что будете делать? Ой, вы знаете, тут на самом деле мы до сих пор не можем отойти от нашего 20-летия. Поэтому, конечно, так как прошло 20 дней и танцуем в юбилей, там, 4 года назад, мы, конечно, так не будем уже делать. Тогда было очень сильно, много, очень много было потеряно сил. Конечно, это была сумасшедшая абсолютная история, это было громко, это было многогранно. Вот. Мы еще не думали, знаете, когда, а мы не знаем, когда думать, потому что вот этот процесс, я говорю, то, что для меня раньше год был вот такого размера, сейчас это вот так, раз 1 сентября, раз уже 1 июня, я вообще не замечаю, вот так вот не замечаю, как это все проходит. В этом году же юбилей победы. У нас в этом году большой, опять юбилей, опять юбилей нашего технического университета, поэтому еще куча работы до юбилея. Я думаю, что мы начнем потихонечку об этом думать, и, конечно, естественно, мы очень давно не делали мероприятие в нашем любимом драматическом театре. Да, я помню ваш шикарный спектакль. И мы хотим что-то такое сделать интересное. Я не буду говорить оригинальное, необычное, но мы попробуем что-то сделать о том, как мы живем, как мы чувствуем, и вообще, что мы себя представляем. Потому что людям интересно смотреть только тогда то, что происходит на сцене, если ты говоришь про себя. Если ты это все пропустил, прочувствовал, прожил, тогда им интересно. Во всех других ситуациях они не будут тебе верить. Я так считаю. Мария, Инна, спасибо вам большое. Мне вот режиссер подсказывает, что уже закончилось у нас с вами время. Не так пространно. Я очень хочу, точнее, побывать на вашем юбилейном концерте. Надеюсь, прямо получу билет пригласить. Я напоминаю, что у меня в гостях были хореограф-балетмейстер, школа современной хореографии и шаги Мария Павлова и руководитель школы. Это Инна Черных. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова